всем привет сегодня снова новинки я расскажу о том что есть нового у меня так как у меня произошла такая небольшая проблема с телефоном испортилась камера мне приходится снимать на другую перекидывать в общем все сложно поэтому видео о том какие продукты в использовании с предыдущего видео будет немного позже а пока новинках начну пожалуй с этой марки миксит это наша российская марка и говорю о не первой потому что первые и приобрела из всего того что есть у меня это лосьон пахнет лугом или лесом зверобоем очень сильно если кто-то знает этот аромат то это точно также пахнет еще мне кажется что пахнет елкой на самом деле елки здесь нет но вот почему то запах еловый очень яркий если кто-то любит натуральные отдушки этот лосьон для вас он очень необычные текстуры это не совсем обычный лосьон или тоник он очень густой он достаточно плохо впитывается если использовать его на ватный диск он не впитывается сначала так на поверхности остается только потом впитывается можно даже скорее его наносить на ладони вот так распределять по лицу мне кажется так даже лучше этот лосьон матирует я думаю это известная марка для всех все ее видели почти у всех самых популярных девушек в инстаграме есть фотография именно с этой маркой все ее пользуются одна я как-то осталась стороне и вот я решила тоже попробовать это бестселлер марки этот лосьон его покупают очень часто и на самом деле ну все наверное знают кто меня давно смотрит что матовое лицо я не люблю но кто любит вот вам решение потому что не будет у вас блестеть лицо даже если она жирная в течение всего дня но половина дня точно абсолютно вот такой лосьончик хочу сказать про качество и про то что марка натуральная здесь даже небольшой срок годности я не помню где-то я смотрела 6 месяцев всего полгода конечно если срок такой небольшой то можно верить средства состоит из натуральных компонентов также у меня есть вот такая масочка это йогуртовая маска она и похожа на йогурт для всех типов кожи маска подходит кроме для лица с чувствительной кожи это с овсом и протеинами пшеницы вот так она и пахнет йогурт и как будто там что-то натуральное есть йогурта со злаками по моему данон вот пахнет точно так же очень приятное ощущение она впитывается например наверное у меня все-таки кожа хочет питания и у меня прямо впиталось мгновенно особенно почему-то лоб вот зину вот здесь где-то а вот здесь нет здесь у меня жирная эта зона вот то что на периферии все впиталось очень хорошо и написано что остатки нужно снимать салфеточкой но мне как-то даже не пришлось салфеточкой снимать все впиталось только может быть здесь чуть-чуть и снимала кстати этим тоником хорошо работают эти два продукта вместе так что вот кто искал пожалуйста и особенно мне понравилось что что здесь всего 60 грамм я не люблю вот эти огромные маски когда срок небольшой у меня их много пока попробуешь и мы всеми в принципе каждый день же нельзя пользоваться нужно пользоваться через день через два и хочется каждую маску пробовать и вот такой вот объем для меня просто спасение потому что я знаю что она не испортится я плачу именно за то чем буду пользоваться поэтому кто такой же как и я у кого много масочек для вас это тоже будет спасением плюс лаконичная удобная простая упаковка так теперь перейдем от простой упаковки к ней крутейшие упаковки очень красивые невероятной красоты это если я правильно произношу татичи это японская марка и когда послушала как в переводчике это слово звучит мне сказали татича значит татичи на русском красивая красивая упаковка это помада вообще это уходовая марка очень красивые у них баночки я всегда хотела заказать но потом я увидела что в принципе недорогая я как-то немножко поостыла но вроде неплохая марка но вот помада сейчас я вам открою покажу смотрите здесь есть хвостик за хвостик тянем там красивая помада достаем эту помаду все в ней красиво сочетание черного лакового тяжелого футляра с золотом вот здесь логотип рисуночек фирменный знак марки открываем сама помада форме бриллианта вот очень красиво это самый красивый красный который я когда-либо встречала он универсальный красный то есть подходит и блондинкам и брюнеткам наверное рыжим помада не похожа на все японские помады то есть она не имеет этот блеск и глянец она не сливочная как все японские помады не такая влажная но тем не менее увлажнение дает губам как я прочитала на официальном сайте и еще когда я выложила себя в истории мне кто ведет инстаграм марки написали желаю вам чтобы ваши губы были лепестки софта как перевести лепестками мягкими лепестками то есть губы как мягкие лепестки это похоже на правду очень было приятно и правда помада достаточно стойкая то есть это не та стойкость которая как вцепиться в губы и нет нет не такая но в течение дня в принципе она никуда не пропадает только если будешь есть то конечно она сойдет внутри но это не слишком сильно заметно можно чуть-чуть красить в общем стойкость на половину дня не на весь день вот такая средняя стойкость очень комфортная она я писала в инстаграме что она идеально идеально комфортная помада да я по-другому не могу сказать о ней потому что действительно это одна из лучших помад которые когда-либо встречала которая была у меня особенно может быть даже если бы этого всего не было я сказала бы отдельно про цвет потому что цвет очень красивый реально это красивый красный достаточно нейтральный он не теплый не холодный он прямо посередине это идеальный красный на мой взгляд это он общем марки удалось создать что это очень очень красивое и не бойтесь носить красные помады мне кажется с ними ты чувствуешь себя вот по-настоящему женщиной ссылки на продавцов будут и на то и на это обязательно еще покажу что мне пришло два пробничка вот таких одна один пробничек был для сияния кожи я попробовала всего один раз не могу ничего сказать о нем но вот массажными движениями нанесла кожа действительно засияла я умылась сначала сияния не было потом приобрела так это была увлажняющая сыворотка люминус которая сияет сияние еще у меня был крем для тела он синего цвета написано indigo серия по моему называется indigo для увлажнения кожи butter ну что я могу сказать увлажняет очень хорошо да но там написано что цвет исчезает вот я хочу сказать что как я нанесла везде на тело и потом ватным диском протирла лицо и вот сюда немножко опустилась ватный диск все-таки был синим поэтому я бы не не одела белое например мне кажется рискованно и немножко было неприятно одевать джинсы потому что все-таки до конца не впиталась поэтому крем для тела я бы сказала нет не стала бы советовать теперь перейдем к покупкам уже здесь в городе я была у нас в магазине и купила кое-что от dior еще кое-что забыла но я вернусь за этим обязательно а купила я гонялась за ними нет не гонялась ждала очень долго это тени пятицветные тени от dior очень красивые мне они понравились давайте откроем как всегда я думаю смысла нет показывать упаковку этот бархатный чехол под dior он всегда присутствует и упаковка неизменна это но откроем внутри посмотрите какая красота очень мне понравилось сочетание этих оттенков нюдовые девственные какие-то и светлый оттенок вот этот тут все оттенки коричневого то есть бежево-коричневый между бежево-коричневым и коричневым еще один оттенок и сам коричневый внутри желтый желтый много суховат все остальные оттенки смотрятся сказала бы я гламурно но я слишком хорошо отношусь к этому слову не так как все остальные потому что истинное его значение хорошие если кто знает что это значит и кстати почему то и сейчас я не могу в словарях найти его истинного значения гламур это значит внешне талантливое внутреннее содержание которое совпадает с внешностью внешними данными то есть очень хорошее слово на самом деле почему-то приобрел а сейчас какой-то дурацкий оттенок так вот можно сейчас я употреблю наверное то как сейчас его произносит да если гламурно говорить гламурный вид вот очень красивый вид дорогой богатый то что называется люксом вот когда я говорила что люблю люкс все конечно очень хорошо все эти новые марки которые мы знаем но вот в таком истинном значении люкса все-таки это dior шанель герлен вот живанши вот эти марки и вот эти тени это воплощение вот этого люкса которым я говорю единственное что в них плохо не очень хорошо они уж набираются и зато лежат прекрасно очень красиво они смотрятся на глазах прямо действительно сатиновый какой-то нет не сатиновый сатиновый это с блеском дан шелковый что-то шелковая наверное да шелковая воль на глазах очень красиво смотрится но немного они затираются я уже не пользовалась вот посмотрите немного затерты для этого я не люблю как-то мне сразу настроение падает. Думаю, ну что такое? Такие красивые, немножко затерлись. Может быть, даже можно попользоваться было вот этими аппликаторами внутри. Но почему-то я не пользовалась. Я их не очень люблю. С тех пор, как полюбила кисти. Так, дальше. Купила я еще тушь от Dior. Это новинка. Ее представляет, по-моему, как и всю коллекцию представляет Белла Хадид. Вот такая тушь. Интересной формы. Вот здесь она немножко сплющена. Это какой-то, как, не знаю, каучук, что ли, резина. Открываем. Красивая, густая тушь. Черная. Ну, не совсем черная, немножко с серостью. Не ультра черная. Мне понравилась кисточка. Такая плотненькая, толстенькая. И эта тушь отличается от других тем, что ее можно набирать постоянно. То есть, один раз окунули, накрасили глаз, опять можно. И это все происходит благодаря тому, что здесь вот такая стоит, не знаю, как ее, там что-то внутри может быть есть, не знаю, она вот так сжимается. То есть, выпускает воздух и не дает туши сохнуть. Как я поняла это. Проще говоря, вот в этом весь прикол. Так, и еще она мне понравилась, что она поднимает ресницы. Хорошо, сегодня я как-то не очень их старалась накрасить, но достаточно неплохо. Вот, видно ресницы. Но она отпечатывается. Наверное, нужно сверху какой-нибудь водостойкой, может быть, пройтись, потому что отпечатывается, постоянно приходится делать вот так. Это мне не очень нравится. Кстати, тени на мне сегодня тоже от Dior. Не знаю, видно ли. Ну, в общем, они нежные, нежные. Очень красивый переход от самого тона лица к глазам. Практически незаметно. Я люблю, когда так. То есть, если нюд, то пусть он будет таким красивым. Подарок мне дали трехступенчатый уход за кожей от Clinique. Я советую для молодой кожи его почти всегда. Недорогой, хороший уход. Также Жадухи, Жадо, Enjoy. Мне они не очень понравились. Какие-то такие. Никакие. И еще снова масочку от Givenchy. Я уже ее хвалила. Она действительно делает лицо сияющим. Начала с матового лица. Все-таки пришла к тому, что лицо сияющее с другой маской. Я, конечно же, вернусь еще. Ну, я не знаю, куплю или нет, но посмотреть очень хочу. От Dior. Я даже не знаю, что это. Бронзер, по-моему. И там беленькими буквами написано нюд. Очень понравилась мне эта коллекция. Там были красивые оттенки. На этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо, что были со мной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok